Здоровый образ жизни круглый год. На территории гимназии номер 41 строится новый стадион. Спортивное ядро появится к первому сентября. Также к новому учебному году родительский комитет провел осмотр пищеблока. На месте будущего стадиона рабочие убрали грунт и завезли песок. Футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с качественным покрытием и новая волейбольная площадка. Здесь была старая хоккейная коробка. Она не соответствовала ни размерам хоккейной коробки, ни футбольному полю. Она была с момента основания школы, поэтому уже не выдерживала никаких параметров. Решили сделать новое спортивное ядро, современное для наших детей. На стадионе уже несколько лет располагается воркаут-зона. Спортивная площадка на территории гимназии пользуется спросом и вне уроков. Теперь заниматься спортом школьники будут чаще. Здесь я приехал посмотреть, как идет работа по реконструкции, даже созданию спортивного ядра. Немножечко, может быть, поздно начали, но вот обещают при наличии погоды 1 сентября стадион закончить. И здесь такое появится современное, симпатичное спортивное ядро. Я и так просил о наказах, что еще надо сделать. Мы всем довольны, сказали представители родительского комитета. Татьяна Владимировна Яковлевна у нас очень опытный руководитель, со стажем руководитель. И уже не первый год готовят учебное заведение к этому учебному году. Поэтому я не удивлен, что родители сказали именно так. После физических нагрузок всегда хочется поесть. Родительский комитет депутатам Мособулдумы и глава городского округа осмотрели состояние пищеблока. Особое внимание столовым уделяют во всех образовательных учреждениях округа. Учеников начальной школы обеспечивают горячим питанием бесплатно. Это завтрак прежде всего для учащихся начальных классов и обед для льготных категорий. Льготные категории, конечно же, это и многодетные, и дети-инвалиды, и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. И вообще те семьи, которые нуждаются сегодня в помощи, они также попадают в эту льготную категорию. В городском округе текущий ремонт провели в 50 образовательных учреждениях. Кроме того, в гимназии номер 44 построили новый стадион.